снова перезапуск ну чтож ничего не успела произойти поэтому наверное это все-таки честно и смотрите это full заход через через дом через ковры слоник делает важный минус пытается уйти у него не получается седой его забирает твик делает минус пленте и сейчас такой необычный был выход у сайбери оставил на плент и он зашел смотрите зашел твик вешает невероятный хэдшот по виражу седой уже смотрит смотрит ковры где был последний или ракель мощная пистолетка у сайбери оставил ничего не скажешь 1-0 стил будет пока наверное в недоумении находится что же такое произошло 2 ак-47 все-таки решили купить сибирцы штакет уже забирают виража минусует еще и ринкорны которые там пытался как-то отыграть на размен забирает штакет и на его мгновенно разменивает рик бомба еще до сих пор на дефолтной позиции а стил будет все еще надо будут ли сейвить на самом деле на их месте сейчас лучше было бы сделать фраг или два фрага и как получится но они предпочитают сейвить cz-арморы и 5-7 настигли все-таки джоэлзе и остается и ракель которого тоже забирают однако одного игрока на этом поджиме потеряли остались только втроем ну что ж пока все должно устраивать собери оставил хорошая пистолетка хороший второй раунд против форса сейчас стил будет вынуждены делать экономически вообще без закупа играет стил будет только с ее спами посмотрим насколько хорошо стил будет умеет вешать в голову с юспов но у всех вторые арморы у сибирцев забрали слоника и виража пока ничего удивительно не продемонстрировали а вот сейчас эли ракель и ринкорн делают минус юспов это очень прикольно потому что забрали два девайса джоэлз остался все еще с юспом но уже не остался его забрали эли ракель с ринкорном с двумя девайсами бомбы ставится на бэ и сейчас если за сейвом будет шикарно седой с разворота забирает эли ракеля и ринкорн остался один сейвить времени в принципе много еще около 20 секунд есть чтобы выбить ринкорна но я думаю все-таки удастся ему выполнить сейв а 3 0 пока сайберия вставил демонстрирует хорошую игру за т сторону на инферно это очень важно потому что инферно одна из тех карт ну к счастью или к сожалению который нас скоро покинет на переработку то есть не будет играться на официальных и скорее всего любительских турнирах но сейчас все еще можно сказать что эта карта немножечко дисбаланс на пользу контров и какая неудачная какой неудачный прыжок сейчас был от штакета хаешка попала в него но особо урон не нанесла заметил элираэль штакетов смог но тот оказался проворней стилбуллет в меньшинстве будет раскидочка б планта вижу смог на катушке готовится от подравнителя то есть сайвери оставил не зря пикнули эту карту видимо нее умеют играть и будут напрягать на ней своих соперников хорошо забросили молотова за троечку есть есть дым на катушках и заперт оказался отрезан джоэлс и вираж тоже ничего не смог с этим поделать очень хороший за заход сайберия ставил на б-плэнд ринкорн и слоник остается вдвоем снова уходит на сейф пока вот такие раскидочки очень грамотные заходы сибирцев разваливают стилбуллет ничего они не могут с этим поделать пока еще не оклемались он штакет а не штекер кстати штекер тоже неплохо что на твиче нас спрашивают во сколько играют айкей а кто нас айкей а кейт у нас инферно найт что же они играть тоже должны в 6 часов как этот полуфинал параллельно будет проходить их игра не знаю стримит их сейчас кто-то или нет но мы с вами будем обозревать именно этот полуфинал стилбуллет против сайберия ставил слоник сейчас очень хорошо сыграл вместе с разводящим в коврах твик будет открываться в мид и только один игрок только джоэл сейчас на б-плэнте и сайберия ставил могут просто-напросто не угадать с выбором плэнта нет эль ракель как раз сейчас стягивается под б интересно скажет ли что-нибудь это раскидка сейчас команде стилбуллет или эль ракель все равно продолжает двигаться на б-плэн ринкорн смог забирать седова слоник минус 2 с тюрьмы вот тюрьма все таки такая читерская позиция которая мне кажется не сохранится после редизайна карты инферно твичи у нас пишут передай штакету привет пусть отдаст косарь штакет возвращай деньги погибает вик и 14 счет стилбуллет берет первый для себя раунд в этой игре и могут наконец нормально закупиться три трофейных ак-47 добывает стилбуллет расстановочка дефолтная у стилов два игрока играют под резко под аплентом то есть под шортом ковры плюс шорт один игрок на зелени и два игрока в б ну ничего особенного дефолтная расстановка и вот она такая затянувшаяся пауза что-то ждут сайберия стайл стилбуллет тоже не собирается поджимать играет максимально аккуратно понимает что соперник у них непростой и вот вот сейчас вот сейчас наконец уже пошла раскидочка есть молотовый на двоечку есть молотовый на единичку поехали смок на хилпу тоже нет нет смока на хилпу есть смок только на катушки Джоэл сделает свой фраг Эль Ракель понимает что в план сейчас массово зашли сайберия стайл делает минус по выходящему него Твигу подгорает отходит и б-плэн занят команды сайберия стайл но их только трое и два из них уже не первой свежести в плане хп вираж вместе с Эль Ракелем играет на катушках пытается выбить слоник сзади заходит забирает Седова за тройкой играет Ламборгини и будут ли его забирать сейчас да на него прилетает Волотов он возможно сгорит нет да подгорает сейчас штакет и Ламборгини тоже подразменчик забрали хорошее выбивание от стил болит и хоть и были в большинстве не твик а твист что вот этот вот набор букв читается как твист ох не смешите меня друзья это может читаться как угодно как твттик но только не твист друзья что-то что-то не то вообще с этим ником я говорил об этом еще на разминке буду читать его как твик это самое простое наверное из всего того что можно произнести из этих боков вираж делает минус два одного простреливая через другого разменялся сейчас твик и Джоэлс забрал седово остался только ламборгини на зелени но тут мне кажется без шанса просто зажмут сейчас и даже тэк най не дадут ему засейвить нет отлично отвоевал от Эль Ракьёля отвоевался но Джоэлс по инфе сыграл и забрал его 3-4 в принципе стил буллет немножко подровняли счет но ситуация все еще довольно напряженная потому что 4 раунда взятых с ходу команды из Сайберия оставил это конечно многовато есть фузак фузаку посибирцев по таблице видим что у них по деньгам сейчас напряг если проиграют этот раунд возможно придется сделать экономически если бомба не будет стоять 0-5 пока подравнитель что-то не подравнивает у него пока ничего видимо ему нужно просто не знаю подравнять что ли счет 0-0-5 это плохо есть шанс стать агентом да подравнитель делает фраг первый за сегодня на этой на этом матче но два красных игрока сейчас у команды Сайберия оставил ринкорн добивается размены вираж делает безответный минус по штакету нет все таки разменяли виража очень грамотно сейчас сыграли Сайберия стайл заходом через одно направление тяжело это делать на инферно но максимально тимплейно сыграли сибирцы и иракель с джоэлзом вдвоем будут организовывать выбивание тяжело это сделать особенно учитывая что вот где находится квик делает минус он по джоэлзу и сейчас иракель конечно же должен был уходить на сейв но пытается кого-то поймать сделать фраг нет уходит все таки все таки уходит делает минус по ламборгини ну и сейв тут хотя в принципе в принципе он мог сделать еще минусы потому что два игрока красных не заметьте идут его выбивать оплатился за эту дерзость седой а вот тут уже друзья просто не попал или ракель думал что только один он пойдет его забирать но их было двое 3-5 с вп снова играет иракель деньги у них есть сайберия стайл взяли раунд тоже подкрепились в плане экономики как раз таки сайберия стайл относится к той команде которая предпочитает играть за т сторону без снайперки без а вп это я считаю это правильно хоть это и старомодно но это правильно даже помните вот даже когда смотрите если кто смотрит вообще профессиональных команд наверно знаете что зевс постоянно ругает гвардина за то что тот берет а вп на инферно за ту сторону штакет забирает виража и выход через зелень может быть да штакет забирает еще и ракель остается только слоник в апленте перетяжка идет довольно медленно слоник обороняется просто как геракл сейчас в тюрьме оборонялся подоспела перетяжка но никто наверное сейчас не ожидает седого в спине а он прокрадывается сейчас убили уже там джоал заседал поэтому седой простите меня за то что я просто моя фамилия сразу на язык бросается седой конечно же такой вот ник который сложно комментировать особенно если у тебя такая же фамилия ну почти такая же что ж 3-6 3-6 стил будет вынуждены делать эко сабиры стайл очень уверенно начали за т сторону даже не знаю даже кажется мне кажется мало шансов будет у стилов отыграться но все таки бороться надо так 5 5 6 9 7 6 9 И снова успешное занятие. Бэплэнта, добыли девайсы Эль Ракели Вираж, два в два остались и не выбивают. Не выбивают почему-то, отдают эти ценные раунды, не знаю. Можно было пробовать. Если бы собрались, можно было пробовать, в принципе. Но почему-то решили засейвить калаши. Продолжение следует... Джоэлс на смоке сейчас находился. Его было тяжело заметить. Слоник также забирает штакеты. 5 в 3 ситуация. Теперь уже Сайберия в меньшинстве. И, кстати, в меньшинстве они действуют очень даже и очень неплохо. Вираж забирает уронителей. Сюда идет его разменивать. Удается размен. Минусуется Вираж. И Слоник очень хорошо сейчас отыгрывает на коврах. И благодаря Ринкорну поджимается последняя игрок. И 4 в 7. Такой становится счет. Четвертый раунд забирает Стилбуллет. И представьте себе, только на 8-7 это максимально, на что могут рассчитывать Стилбуллет в этой половине. Это довольно-таки... Даже этот счет будет уже... Довольно плохим для Стилбулл. Джоэл сделает минус 2. Вид забирает Джоэлза. И... Хороший. Смотрите, какой хороший реально прием был на Б-планте. Сибирцы просто смогут поставить бомбу. Прорвался сейчас Ломборги, несмотря на смерть всех своих тиммейтов. Поставил бомбу. И на ножик сел у нас Слоник. Порезали его. Заточку в почку получил. И на самом деле... На самом деле, сейчас не очень хорошо организовали выбивание Стилбуллета. Потеряли столько игроков. 5-7. Снова без АВП отыгрывает Сиберия Стайл. А Стилбуллет тем временем берут себе 2 АВП. Ринкорн и Элиракель с ним отыграют. Заметьте, что на Дасте 2-ом, в предыдущей игре, Элиракель вовсю использовал АВП. Ринкорн вообще первый раз, если честно, вижу с Аэком. Обычно вираж у них отыгрывает. Но тут... Тут дали Ринкорну. Снова смертоносная раскидочка Сиберия Стайл на Б-планте. Ей будет молотов на тройку, на единицу, на двойку. Да. И будет смачок. На катушке Джоас. Очень классно. Брязи мог бы принять, но его разменяли. А мог ведь сделать вообще минус 3. И сейчас придется дождаться перетяжки. Седой красный пота... Ох, погибает от какой классной хаешечки виража. Элиракель открывает Б-плэнт. И подравнитель единственный, кто может на тюрьме что-то сделать, но не делает. В счет 6-7 Стилбуллит приближается к своим соперникам по счету. И в принципе 8-7 это единственное... Это единственное, на что пока могут рассчитывать Стилбуллит в этой половине. Слоник сидя на подсадочке меня сделает важный минус. Понимает, что сейчас будет заход. Через шорт. Но смотрите, Сайберия Стайл, если сейчас очень быстро притянутся на Б, просто разведут Стилов. Джоэлл забирает Седого, который выходил с Банана. И сейчас, похоже, что не получится. Это разводочка как раз из-за Седого, который сделал такой нехороший выход. Подравнитель погибает под смоком. Штакет забирает Ринкорна. 4 в 2 ситуация. Я боюсь, что тут даже зайти на Б-плэнд не получится, если перетянет цель Ракель. И тишина у нас с вами, друзья, потому что Сайберия Стайл, похоже, играет на сейв. Слоник чекает мид, прекрасно понимает, что сейчас, скорее всего, на Банане находятся сибирцы. И поэтому не уходит Стилбуллет с Б-плэнд А. А, наверное, именно на этот уход и рассчитывают сейчас Сайберия Стайл. Но его не будет. Начинают выходить вдвоем на троих. Вираж забирает спину Штакета и забирается Твик. Да, не получилось то, что ожидали, потому что потому что сзади стоял Слоник, который чекал мид и не давал точнее давал инфу своей команде, что да, они все еще на Банане. 7-7. Счет наконец сравнялся. Стилбуллет поднапряглись, подсобрались и на последний раунд в этой половине немножко не хватает денег у Сайберия Стайл. Или Ракель хороший минус по Штакет. Очень агрессивно сыгрался ВП и немножко приостановил этот раш сибирцев на Афлэнд. Хороший фраг от Слоника через всю длину. Распределили сейчас Сайберия Стайл не очень выгодно. Оставили бомбу рядом с Арканом. Может там легко забраться. Сбревает Седова и на Арке остается подравнитель, у которого единственного есть Девайс второй армор. Тут, мне кажется, без шансов, несмотря на то, что у виража 1 хп. Ламборгини моментально его разменивают и подравнитель. В принципе, размены на таком раунде вполне устраивает команду, которая ведет, потому что раунд-то последний. 8-7 Steel Bullet вырвались вперед впервые в этой игре. Но напомню вам, что это карта Инферно. На ней 8-7. Я бы не сказал, что хороший счет за КТ-сторону. Поэтому стилам придется тяжко. Особенно, если сибирцы знают толк в обороне на этой карте. Тем временем какая-то зараза от нас отписалась на канале. Делают окружение Аплантану. Просто ничего у них сейчас не получается. Подравнитель делает минус 3 вместе со Штакетом, который оформил минус 2. Просто вдвоем разобрали всю команду Steel Bullet на пистолетке. Никого не потеряли. Слишком мощная пистолетка у Siberia Style. Кстати говоря, обе пистолетки они взяли на этой карте. И знаете что? Вот по статистике в CSGO вот среди любительских и профессиональных команд мы не берем сейчас обычный матчмейкинг. Среди любительских и профессиональных та команда, которая берет обе пистолетки в 90% случаев забирает их карту. Что ж, подравнитель даже подбрил сейчас немножко Ламборджини. Хотя можно было этого и не делать, сыграть более аккуратно. 8-9 Siberia Style не дает возможности стилам повести в счете во второй половине. Твикс забирает выража и сейчас в мид немножко поражали сибирцы. Это может им дорого стоить. есть хорошие размены, под которыми можно поиграть сейчас стила, но штакет с рыбовиком его здесь никто явно не ожидал. Нафармил просто двоих, и Ракель остается один, делает хороший хатшот по штакету, забирает его фармган, и остается один в два. Здесь, в принципе, можно потащить. Будет возвращаться за бомбой. Если бомбу до сих пор не нашли, нет, бомбу еще не спалили. Но здесь просто нужно пройти Ламборгини, и тогда, я думаю, практически дело будет в шляпе. Но у Леракеля нет армора, это будет тяжеловато. Сейчас да, поймал сейчас Ламборгини в ухо, и Эль Ракель несется на Б-плент, перетяжечку также делает и седой. Плант под катушечки, под церковь, но уходит Эль Ракель за Б-3. И какой хатшот просто! Это невероятно! Это просто это жесть, друзья! Нет слов после таких хатшотов. 9-9 Эль Ракель вытаскивает невероятный раунд для команды Steel Bullet. Идет он на втором месте только 13-10, но этот раунд просто заслуживает отдельных слов благодарности от всей команды Steel Bullet тому, кто вытащил этот клатч. 9-9 счет снова равный. Есть закуп у Steel off. Диглы 5-7 и 250-й у Сайберия Steel прожал сейчас Сидой с пистолетом забрал Девайс. Не зашла абсолютно хаешечку Эль Ракеля, хотя должна была заходить. Видят Девайс сейчас Эль Ракель пытается пристрелить, но ничего ему не получается и вот так ему отвечает Сидой ментальным хатшотом. Сейчас очень должно быть обидно Эль Ракелю. Джоэл сделает этот необходимый размен 3 в 3 ситуация. Сейчас нет Девайсов у Сайберия Стайл прилетает Молотов туда, где сейчас сидит Штакет. Перетягиваются Сибирцы под Аплент. Но Стилы сейчас не торопятся, потому что Девайсы у них в принципе есть. Преимущество сейчас на их стороне нужно только немножко подсобраться. Отдавать это эко никак им сейчас нельзя. Сейчас любая ошибка может стоить очень дорого, сливается вираж под пистолетом от Штакета. И в меньшинстве уже Стилбулит Штакет добыл. Добыл АК-47 это при том, что у него еще и второй армор. Замечает сейчас выходящего с ковров минусует ринкорно еще и забирает Джоэл за просто Штакет в одиночку можно сказать стал героем этого раунда. 9-10 Сибирцы снова вырвали этот счет снова вышли вперед не дает просто не дает сейчас телам расслабляться прилетел очень странный смог трик прожимает но делается размен ламборгини делает ответный и 3-4 ситуация у Стилбулит пока не все в порядке с экономикой будет закуп на следующем раунде однако и деньгами обзаведутся Сайберия Стилбулит теряется драгоценное время а где кстати бомба погибает вираж от метко брошенной хаешечки и непонятно что сейчас делают Стилбулит серьезно могли бы попытаться выбить хотя бы один девайс не заходит стрельба в Иракеле тут ничего не поделаешь и Ринкорн идет забирать хотя бы один девайс минусует ламборгини но вылетит сейчас разменчик от Седова понимает сейчас где находится и тот и другой соперник но Седой с девайсом все-таки 9-11 еще один эко в исполнении Стилбулит ох да друзья сами себе создают сложности сейчас Стилы пограждитель забирает слепой Слоника Твик смог минус 2 разменял его вираж но сзади остался Седой вираж остается 1 в 2 он в принципе забирает АВП может потащить возвращается за бомбой Штакет и Ламборгини стягиваются на Б-Плент уже не зайдет сюда вираж без проблем ему нужно бежать просто бежать на А сейчас зачем он играет на шифте боже мой вираж беги вираж беги хочется сказать но он почему-то действует очень осторожно разделились Саберия Стайл один игрок останется на В один пойдет ловить виража на Аплент и смотрите как сыграл сейчас грамот Ламборгини поджал в банан собрал инфу что это Аплент но тем не менее бомбы уже поставлен виражом он поменял АВП на К-47 будет оброняться сейчас от двоих сибирцев будет заход через ковры плюс шорт очень опасно между прочим для виража это будет сейчас ловит одного из них спина но понимает что есть еще один и не смог быстро среагировать на ковры одновременное выбивание у сибирцев сейчас помогло им взять этот раунд с 12 9 а ведь взятие эко было так близко что что ж есть закуп пустилов счет не такой уж разгромный хоть играют они за слабую сторону решают снова купить АВП или Ракелю мы видели кстати как играют сибирцы без АВП смотрите они за КТ играют без АВП это уже интересно это уже реально интересно по-моему подравнителя была в прошлых закупах а сейчас играли без него ай-яй-яй косячит вираж с молотовым обидно на самом деле вот на такие ошибки напарываться ринкор неожиданно для ламборгини появляется в меду и сейчас в твиче происходит какой-то спам хорошими комментариями что-то у меня подозрительные ощущения особенно я вижу ник филихан среди них поэтому у меня некие подозрения сейчас возникают по поводу того кто заспамил нам комментарии хорошими отзывами кто-то просто не выучил смоки и ринкорн забирает под конец штакета и 12 10 стилы взяли этот важнейший для себя раунд оставили с очень плохой экономикой сибирцев и у них сейчас есть хороший шанс на 11 действительно надо бороться за эту карту несмотря на то что это пик сиберия стайл бомбу теряют на респе ну что ж так что ж так неаккуратно сейчас играют стилы на мелочах строится вся игра подравнитель забирает слоника с юспа в меньшинстве на девайсном раунде против эко оказывается стилбуллет и посмотрим что они предпримут ведь опять несмотря на то что сибирия стайл эко очень как видите жмутся стилбуллет видно что чего-то боятся понимают что не все идеально сейчас в их игре боятся сделать любую ошибку твик очень важный хэдшот вешает по виражу уже втроем остается стилбуллет вот этот холд снова не идет им на пользу снова они вынуждены сейчас экстренно делать атаку зачем они холдили я не понимаю когда по команде делается минус обычно они играют очень агрессивно а сейчас наоборот почему-то холдом пытаются выиграть раунды два фрага эракеля в смог очень помогли джоэл забирает в смог твига и вот такие вот три фрага в смог по сути дела и выручили стилбуллет последний штакет сейчас играет на банане и один стран должен прийти отойти стилам 11-12 стилы снова подкрадываются к сибирцам по счету вау сибирцам АВП на этот раз получает Ламборгини Такое ощущение, что этот девайс просто Качует по команде Сайбери Стайл То никто с ним не играет, то Ламборгини, то подравнитель По-моему, даже Штакета мы видели с Аэком Один раз, если я не ошибаюсь Ну, Стилов Все в этом плане Четко Джаус подловил сейчас подравнителя Под смачком Штакета умудряется сделать минус 2 Только после этого его разменивают Ринкорн, похоже, понимает Где сейчас находится Твик Делает этот важный минус 3 в 2 ситуация Нужно делать быстрый выход на Аплент Дается непонятный какой-то смог на зелень Не очень аккуратный Седой спрыгивает на пески Будет пытаться отстрелить кого-то отсюда В щель, и у него здесь может это получиться Я вам скажу Ламборгини играет на библиотеке Перетягивается, скорее всего, на арку Неужели сейчас Саберия Стайл поняли, что это Перетяжка на Абе Плэн? Да! Потому что не было никакого захода Все они прекрасно сейчас понимают И будут здесь ждать вдвоем Стилов Делается минус по виражу Уже приходит сейчас Седой с разворота Ринкорн его убивает Что творится вообще в этом раунде? Ламборгини отгоняют С катушек В это время ставят бомбу И просто не дают ему сейчас открыться Перетягивается Ламборгини На хелпу И уходит сейвить Правильное решение Что ж, возьму 12-й раунд Стилы Паузу просит Штакет Действительно Она сейчас потребуется Его команде Потому что придется делать Эпо сейчас сибирцем Я думаю, это Тим Толк Сейчас будет Потому что есть АВИК Есть два варианта Либо закупиться Под ноль И попытаться Каким-то образом Добавить к этому АВИКу Еще девайсов Либо Сыграть Чисто от фрагов Этого АВП И отдать 13-й раунд Стилам По сути дела Что ж, вернем картинку Когда Пройдет у нас пауза Пройдет у нас пауза Пройдет у нас пауза Пройдет у нас пауза Тем временем Пока у нас идет пауза В матче Вы можете Оставлять комментарии В Твиче Подписываться на канал Ведь когда будет 200 подписчиков на канале Мы среди них устроим Розыгрыш скинов Все, жму там паузу Игроки И раунд продолжится 12 донат Сравный счет Решают не закупать Практически ничего Сибирцы Решили сэкономить деньги Отыграть от фрагов АВП У Ламборгини Есть АВП Но нет армора Сейчас он находится На банане В одиночку Кстати Очень правильное решение Оставить Как раз таки Его там одного На АБ пленте А остальным Просто числом Занять А плент Это немного Уравнивает шансы Слоник Сейчас не заметили Его выход Неаккуратно сыграли Сибирцы Но Штакет делает важный минус Ринкорного разменивает Седовь забирает слоника Эль Ракель И Ринкорн Остается вдвоем С девайсом Этот раунд Реально может зайти Сейчас у сибирцев Ламборгини Делает минус По Ринкорну Эль Ракель Отвечает Тем же И он Один в два Сейчас Против АК-47 И пистолета Меняет на Калаш Эль Ракель И выждал Паузу Очень нужную Но Седовь Седовь смотрел Именно в то место Откуда он будет выходить Делал этот минус Двенадцать Тринадцать Сиберия Стайл Взяли Невероятно Важный Раунд Непонятный Человек у нас Появляется В спектрах Кстати Виртуз Про Давайте-ка Сразу Чекнем Его профиль Чтобы Запечатлеть Может быть Кто-то В друзьях У него Сейчас Есть Из Участвующих И это Будет Ой, какой Залет Друзья 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 А, нет Никого Из них Нет Видимо Это Кто-то Непонятный Нашел Пароль Каким-то Образом К серверу Кексик По-моему Я видел Этого Кексика На турнире Странно Ну и Друзья Друзья 12-13 Пауза Скорее Всего Та Жмется Кикнули Они Этого Непонятного Спектра И Пауза Снята Продолжается Матч Ламборгини Делает Минус По слоннику Уже В меньшинстве Остались Стилл Буллит И это При том Что Такой Напряженный Счет Сейчас Можно Просто Из-за Такой Нелепости Потерять Карту Ламборгини Забирает Еще не Аккуратно Откроющую Эль Ракель А можно Делать Минус Три Нет Вираж Все-таки Забирает Ламборгини Будет Будет Ли Заход В Б Плэнт Есть Смок Через Который Крайне Сложно Пройти Красным Оставляют Твига Два Игрока В Б Планете Два Игрока Ва И только Три Игрока У Стилл Буллит И снова Будет Холл Друзья Снова Та же Самая Ошибка От Стиллов Снова Вместо Рискованной Игры Они Предпочитают В меньшинстве Холдить Это Очень Очень Опасно На самом деле Делать Команда В большинстве Она Всегда Будет Стараться Вычислить Информацию Прочитать Где остались Это Меньшинство Ринкорн Делает Невероятный Минус По Твигу На Б Б План Чист Идет Раскидка Снова Стилл Буллит Теряют Этот Тайминг Захода Сибирцы Перетягиваются И снова Стиллы Опять Очень Медленно Все Делают Джоэлс На перекрестный Огонь Сыграл По Штакету Сейчас Подравнитель Играет На катушках И сзади Заходит Седой Плантица Бомба На решетку Джоэлс Пушит Подравнителя Делает Этот важный Минус И Стиллы Похоже Готовятся Взять 13 раунд Это происходит 13-13 Невероятно Потная игра Стиллы Уже Вторую Карту Подряд Играют С таким Тяжелым Счетом Наверное Просто Сейчас Тяжело Реально Тяжело Когда ты Вчера Отыграл Четыре игры Best of One Сейчас Отыграть Две карты Одна из которых Закончила 16-14 И вот теперь Такая вот игра 13-13 Это наверное Все таки Тяжело Саберия Стайл Решают Делать Экономически Закупают Три 5-7 Четыре 5-7 Один П-250 И один Армор В принципе Если Стиллы Сейчас бы Это прочли Они бы Не халдили Но они Предпочитают Снова играть В такую Свою Игру Вот я Не понимаю Зачем Халдить Когда ты Не вычисляешь Информацию По сопернику Вот сейчас Например В банане Абсолютная Тишина То есть Нет никакой Информации Стиллов По их соперникам Зачем Халдить Ринкорный Ракель Посмотрите Как они Сейчас Грамотно Прям Гоу ТВ Нам показал Насколько Они вместе Хорошо Сейчас Сыграли Ракель Прикрывал Этот выход Ринкорна На Бэплэнд И очень Мощно Сейчас Они там Сыграли Слоник Забирает Твига И остается Только Штакет Который При удачном Стечении Обстоятельств Может забрать Виража Который В принципе Красный Будет уходить Сейвиться Через Банан По всей Видимости Может там Потерять Свой девайс И подарить Его Штакет Идут Выбивать Сайберио Сталду А Штакет Делает Свой минус Заберет Девайс И засейвит Его до Следующего Раунда Смотрите Еще и Ракеля Просто Забрал Это Невероятный Сейв От Штакета Идет Он Хоть и На Пред Последнем Месте Кстати У подравнителя Что-то Не идет 7.20 У него Счет Не пошло Возможно Из-за этого У него Отобрали АВП И теперь С АВП Отыгрывал Ламборгини Не знаю Что ж Саберия Стайл Закупаются И посмотрим Как отыграют Этот свой Закуп 3 Фамаса 1 Засейвленный АК-47 И МАК-9 Ринкорн Очень тайминговый Сейчас спрыгнул Мог бы поймать Сейчас человека В коврах 3-2 Сейчас Саберия Стайл Играют Точно так же Как обычно Играли Стил Буллет За стороны Защиты И я думаю В принципе Если бы Стил Буллет Это понимали На протяжении Вот уже Заканчивающейся Второй половины То я думаю Можно было бы Организовать Неплохие заходы Если бы Стилы Поняли Что Саберия Играют Точно так же Как играли они сами Понравнитель сейчас Показал себя Убив Файракеля Седой Просто может Сейчас Обломать Весь заход Команда Стил Буллет Слоник Делает важный Фраг По Ламборгини Теперь Навряд ли Будет какой-то Поджим Джоэлз Забирает Седого На пленте Твик И штакет Остается Чтобы выбивать Этот плент Хорошо В принципе Сейчас Отыграли Стил Буллет Прилетает Хаешка Джоэлз Наверное Понимает Сейчас Команда Что это Минус Один А Джоэлз Остается Только Штакет И хороший Прицельный Выстрел От слоника Забирает Последнего 15-13-2 Мап Пойнта У Стил Буллет Реально Сейчас Если пацаны Соберутся На этот Последний Раунд Потому что Сибирия Стайл Нету Денег Стил Буллет Должны Собраться И забрать Эту карту Это ведь Пик Их Соперников Сейчас Просто Невероятно Должны Отыграть Сибирцы Чтобы Вернуть Это преимущество И побороться Хотя бы В овертаймах С пистолетом Играет Штакет С фармганами Играет Подравнители Твик Дробовик У Ламборгини И пистолетик Тоже у Седова Ламборгини Может просто Поймать Джоэлза Делает Этот важнейший Фраг Забирает Хороший девайс То бишь АК-47 4 в 5 Ситуация И вот сейчас Стил Буллет Снова начинает Свой холд От которого Столько проблем У них Слоник Опять открывается По пикселям Под Ламборгини Двойная ошибка Просто одинаковая ошибка Сейчас была У Стил Буллет Как так можно играть Когда буквально Все в твоих руках Да, друзья Это очень печальное Сейчас Было зрелище Наблюдать Как Стил Буллет Просто отдали Двоих игроков Можно сказать Бесплатно Безвозмездно Своим соперникам Отсмочился Линкорн От Хелпина Седой Делает невероятный Фраг Вместе с подравлителем И Сайберия Стайл Забирают Этот Невероятный Раунд 15-14 Мало денег У Стилов Но это просто Это просто был Капитальный косяк В коврах Когда просто Два игрока Слились Там Одному Причем Просто Одинаково Одинаково Да Реально Обидно Сейчас За Стилов При таком Проигранном Раунде Все было В их руках Но Сайберия Стайл Тоже Молодцы Сделали Все максимально Аккуратно Воспользовались Этим Предоставленным Преимуществом Взяли 14-й раунд И будут Бороться Сейчас За Овертаймы На этой Карте И Ракель Забирается На ковры Очень близко Играет Сибирца Сейчас В банане И смотрите Какая Подсадка От Сайберия Стайл В этом Последнем Раунде Джоэлс Минусует Ламборгини Есть Опен Фраг У команды Стилбуллит Но похоже Что подравнитель Чувствует Этот банан Нет Нет Никто Не будет Сейчас Льти по банану Уже Производится Заход На Плэнт Крит Делает Важный Минус Вираж Его Разменивает Вираж Примеги Находится Еще один Игрок И по нему Делают Минус И сейчас Подравнители Седой Будут делать Выбивание У Ринкорна Только Тек-9 Ринкорн В принципе Там мог бы Где-нибудь Найти Девайс Он там Вроде Был Выиграет Без Девайса Подравнитель Чуть-чуть Не замечает Эль Ракеля Ринкорн Делает Фраг По Седому И похоже Это 16-14 Если подравнитель Не сделает Невероятно Это просто Невозможно Сейчас Нет Вираж Делает Свой Минус 16-14 Виктори У нас Им пишут На Твиче В комментариях Это девиз Команды Steel Bullet И Sports И они Берут Инферно Берут Невероятным Потом Берут Выиграв Выиграв Друзья Аж Целых 8 Раундов Простите Уже Горло На самом деле Охрипло От такого Комментирования Целый день Выиграли Они 8 раундов За сторону Атаки 16-14 Закончилась Первая карта Будем ждать Второй Это Трейн Что ж Музыкальная пауза Друзья Очень скоро Начнется Эта вторая Карта Пока 1-0 В пользу Steel Bullet Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Твик подлавливает и Ракеля В меньшинстве снова остаются стилы И вот сейчас Аберия Стайл должны наконец уже что-то придумать Потому что закуп у них есть Должны наконец пытаться реализовывать свое численное превосходство в этом раунде Если счет будет 2-2, то это опять качели, друзья Опять будет нереальный пот, скорее всего, на этой карте Но стилам сейчас в моральном плане полегче У них одна карта в запасе Вираж забирает Ламборгини Сравнивает преимущество 4 в 4 50 секунд остается у Сайберия Стайл, чтобы сообразить что-то Сделать какой-либо заход Пока что они играют Дефолтные расстановочки Возможно, пойдут сейчас наверх-вниз Просто сейчас на чек играют Да, спускается у нас снапик Заход идет на плент Есть минус по слонику Твик прекрасно, это игровочка с ЭВП Вираж забирает штакета И сейчас Джоэлс Джоэлс не забрал второго, хотя мог Вираж и Ринкорн остается вдвоем против снапика И Седова Бомба ставится Ринкорн делает минус по седому Он красный и очень вовремя к нему пришел на помощь Вираж Но не спас его 5 хп остается у снапика 14 на Ринкорн Это просто одна пулечка И все За трупиком не видел его Снапик сейчас И Ринкорн тоже провтыкал Да, друзья Эх, 2-2 Сайберия Стайл Собрали булки на этот раунд Взяли его И понеслась 5 раунд Начинаются качели Форсят снова стилы Сейчас Вот если вот после пистолетки Еще можно было зафорсить И как-то выиграть То сейчас Что-то мне кажется Что этот форс не пойдет на пользу команде Забирают Джоэлза Однако Вираж и Ракель Снова делают Хорошие минусы На неожиданных позициях Ринкорн Оказывается На верх-низе И забирает Твига Не скоординированно Сейчас сыграли Сайберия Стайл Будем смотреть Единичная ли это ошибка Или это постоянно У них происходит На трене Седой и Снапик Стягиваются Под Б-плэнд Где их ждут Ринкорн И Слоник Друзья На дальних позициях Играют Слоник И Ринкорн Сдегла Делает минус По седому И остается Красный Снапик Просто без шансов Слоник Забирает его Прострелом 3-2 Стилбуллет Забирает Еще один Форсбай Вот он Под Сайберия Стайл Не решаются На форс Делают Фулл Эко Наверное Снова будет Куда-нибудь Раш Да Так и происходит На этот раз На плэнд Будет рашить Сибирцы И Раш Забирает Снапик Забирает Седого Джоэлс Минус Ламборджини Остается Только Твик Он красный И даже Шанс Помню Кого-то шанс Слить не будет Слоник Делает Свою работу 4-2 Не удался Эко Сайберия Стайл Еще один Эко Друзья Сайберия Стайл Предпринимают Если проиграют Этот раунд Возможно Слишком Отпустят Своего соперника Как по счету Так по экономике Потому что Посмотрите На таблице Хорошо сейчас Разжились Стилбуллет Деньгами Ракель Забирает Ламборджини Вираж Делает Минус Очень хорошо Отыгрывают Сейчас снайперы Команда Стилбуллет Джоэл Забирает Снайпика Наверх Князель Князель Ракель Вы видели Этот минус Это просто Жесть И забрал Краба Сейчас Вираж Забрал Он Штакета Который Крабиком Выползал На него Ничего Ему Не мешало Это сделать 5-2 Стилбуллет С легкостью Забирает Еще один Эко Своих Соперников Раскидочка Есть Раскидочка У Саверия Ставил На трене Готовят Значит Эту карту Значит Я уже Был Не до конца Прав Все таки Есть у них Какие-то Наработки Значит Это уже Неплохо На самом деле Пошла Раскидка Апланта Задымили Очень важные Позиции Убрали На отходе Ринкорна Аплант Практически Свободен Если Не считать Заныковшимся Джоэлза Вираж Не может Ничего Поделать На вагоне Раскидка Сейчас Просто Спасла Саверия Расставил Твик Делает Минус По Джоэлзу И развалились Стилы В этом раунде Эль Ракель И слоник Сейчас Будут терпеть Выбивание Не получилось Вытерпеть его У слоника Эль Ракель Остается Последним Выбьет ли Сейчас Тут девайс Хороший Фраг С дегла По штакету Но Из двух Раундов И закрепятся В счете Джоэлзу И включает Последний момент Твико Делает Свой минус Но Тут же Происходит Размен Эль Ракель Как всегда Важный минус По штакету С АВП Ламборгини Прокрадывается За поездом Делает минус По Эль Ракелю И Просто сейчас Каша мала Происходит На Аплэнте Серия разменов Ламборгини Остается Один в два Авераж И слоник Не должны Дать ему Сейчас Выиграть этот раунд Это происходит 6-3 Стилбуллет Закупились И не дали Возможности Сибирцам Еще Поднять Свой счет Однако У Саберия Стайл Есть деньги Что-то происходит У них сейчас Какое-то Замешательство Они сейчас Происход Замешательства Находились Не решали Сделать бай Наконец Все-таки Это произошло Потеряли Немножко времени Не будет у нас Тайминговых выходов На этот раз Будет Скорее всего Медленная Холдовая игра И смотрите Какой поджим Сейчас идет Слоник Понимает Что это было Выпрыгивание Наверх Низ Думает Что здесь Играет еще Игрок Но поднимается Наверх Сайберия Стайл Вираж делает Свой минус И я до сих пор Смотрю за слоником Потому что Жду от него Каких-то действий Отходят Отходят Сибирцы Наверное Сейчас Steel Bullet Немножко Не понимает Где находится Вся команда Сайберия Стайл А они находятся На дефолтных Раскидочках Будут зажимать Аплент Сейчас очень многое Зависит от Штакета Он делает Этот минус По Джоэлзу Остается красный С пистолета Смог там Хорошо отыграть Молотов Особенно Не останавливает Команду Сайберия Стайл Будет занять Аплент Вираж Очень мощно Забирает Штакета Твик промахивается Его забирает Прострел И Мэй Ракель И вот этот промах Твига Сейчас возможно Решит Этот раунд Снапик забирает Или Ракель И знает Инфу по виражу И Слоник Уже несется Несется На Аплент Где скорее всего Встрет Нет Минус Снапик И Седой Против Слоника Слышал Седой Спрыгивание Понимает Разводит На выстрел Сейчас виража Повелся Вираж На эту разводочку Дает этот смог И наверное Будет диффузить Бомбу Да Просто на морозе Садится диффузить Бомбу И не успевает Просто не успевает Среагировать Седой Вираж Невероятно Грамотные действия Просто Не стал Медлить Начал диффузить Бомбу И выиграл Раунд для своей команды Вираж Просто сейчас Героем Выступил 13 к 3 Он сейчас идет Просто прет У него В этой игре 3-7 Очень интересный Раунд Мы с вами видели Трик Трик такой Прошел прогуляться Такой Опа Джоэлс Ничего себе И слоник Сейчас Забрал Одному Оставил Красным Другого И на хаешечке Подорвался Ламборгини Да Хорошо Разбираются Против Пистолетного Закупа Команды Сайберия Стайл Но Штакет На зелени Он хорош Он сделал Хороший минус В прошлом раунде Сейчас тоже Он Готовится К выходу Ну а Джоэлс Джо за реакцию Не подвела Забирает он Штакет Остается Снапик Ему еще Нужно Забрать Бомбу И скорее всего Это будет Сейв И стилбуллет Пойдут ли Они выбивать Ведь целых 50 секунд В принципе У них еще есть Можно организовать Выбивание Игрока Ринкорн Аккуратно Все проверяет Замечают Они снапика И слоник Делает важный Минус Не дает Снапику Засейвить Да он наверное Сам понимал Что за 50 секунд Мало шансов 8-3 Хорошо играют Стилы На своей карте Но рано Еще загадывать Потому что Мы прекрасно Видели Как могут Тащить Сайберия Стайл Как они Тащили на Инферно Эти ребята Знают Раскидки И на Инферно И на Трейне Мы это С вами Уже Поняли То есть Тренируются Отрабатывают Тактики Поэтому Недооценивать Их Сейчас Было бы Ошибкой Их Штакет забирает ринкор на ламборгини минус клоник От хаешки погибает седой Джоэлс остается один, забирает одного Но бомба стоит Дает флешку и диффузит Но тут это было, скорее всего, таким шагом отчаяния Саберия Стайл забирает этот раунд И вот, казалось бы, Стилбуллет один с другим раундом брали И до сих пор у них такая ни о чем на экономика И делают, делают очень непонятный бай, друзья Три пистолета и два кольта Ринкорн, важнейший фраг по Твигу наверх-низе Отыграл свой пистолет, забрал девайс Очень хорошая раскидочка от Саберия Стайл на трейне Джоэлс спинерин Корм тоже делает свой минус До сих пор не поняли, что творит Джоэлс Делает минус три Только слоник сгорел Это единственное омрачение для Стилбуллет А так все было у них прекрасно в этом раунде Саберия Стайл Провтыкали Хотя это был такой опасный форс от Стилбуллет Могли проиграть Девять-четыре, всего два раунда осталось до конца первой половины Этой карты Джоэлс и Ринкорн делают важнейшие фраги Скорее всего Скорее всего только в последнем раунде Саберия Стайл выложатся И возможно что-то нам покажет Пока что этот раунд им не взять Будут играть против полной экономики команды Стилбуллет Потому что посмотреть на деньги Если сейчас, конечно, два оставшихся игрока не сделают минус два или минус три То тогда, возможно, будет плохой бай у Стилбуллет А так пока все хорошо У Стилов на последний раунд остается Минусует Седово и минусует Штакета С полной экономикой сыграют Стилы Счет 10-4, последний раунд И так себе закуп, друзья, у Сайберия Стайл Бомба не была поставлена в прошлых раундах Поэтому экономика не очень Под Б плен стягивается бомба у Сайберия Стайл Это редкий момент, когда не на дефолтной позиции находится бомба Выходит Твик, ловит от Слоника Будет ли размен? Да, оформляет размен Снапик Ламборгини убивает поджимающего Элли Ракели Это шанс взять последний раунд Седой замечает сейчас Ринкорна в шорте Джоэлс и Вираж в дальнем пленте будут пытаться отстрелить хоть кого-нибудь из четверых оставшихся в живых сибирцев Стилболик поджимает, у него ничего не получается Ламборгини остается красный Но это, мне кажется, уже не играет никакой роли Ринкорн пробирается близко Забирает Ламборгини, дает ложный Дефус, Вираж ему помогает сзади И сейчас всех Седова просто не прочекали Ай-яй-яй, обидная ошибка от Стилов Должен был Вираж, конечно, сыграть Еще и по Седому И Ринкорн вообще должен был сесть более закрыто от него Так что тут Ринкорн накосячил тоже немножко 10-5 10 очков взяли Стилбуллет за КТ-стору Но это стандарт, нормально То есть сейчас я не могу сказать, что какая-то из команд капитально доминирует Просто Стилам будет чуть-чуть морально проще Начинается вторая пистолетка 4 армора закупаются у нас с командой Сайберия Стил Для того, чтобы защищаться Штакер делает моментальный фраг Его разменивают Твиг пытается нашить Смог запушил и получил от Ракеля в голову Сейчас очень аккуратно сыграл Твиг За это и поплатился Седой Ламборгини Седой ловит в голову, остается Ламборгини И все, друзья 1 в 3 На пистолетке такое практически не тащится Бомба ставится на Б-пленте Ламборгини в шорте Замечает его сейчас Ринкорн Но тут без шанс Тут есть инфа, да И тут все 11-5 Пистолетка за Стилбуллет Точно так же пистолетку взяли в прошлой половине Сайберия Стал за Т сторону Но после этого Стилы ответили успешным форсом И тоже форсят сейчас Сайберия Посмотрим, получится ли симметричная вторая половина Джоэл забирает Штакета Уже не очень симметрично Потому что первыми фраг делали именно Сайберия Стайл Именно Стилбуллет Прошу прощения в прошлом раунде А сейчас сибирцы Не сделали этого первого минуса Сгорел Трик Как так можно-то было просто сгореть Некуда, конечно, ему было отходить Слоргинг прожимает в план седой Сделал фраг из шорта Но он остался один Тут Хай, одна хаешечка, правда Может и уничтожить Да, закидали тут просто его Просто закидали 12-5 Не получился форсбай У Сайберия Стайл И это как раз-таки Сейчас конкретно Склоняет Чашу Весов В пользу стилов На этой карте И вообще в этом матче Ринкорн забирает Трига Поджимает Еще и Ламборгини Втроем Остается Сайберия Стайл На эко-раунде 13-й раунд Может отойти С телом Не знаю На что сейчас Рассчитывают Сибирцы Наверное На чудо Им только Можно сейчас Рассчитывать Познавато Стягивается По Депленд Когда он уже Целиком Занят И выбивание С тремя И спами Против четырех Девайсов Это конечно Тяжело 13-5 Рано говорить Что дело В шляпе Для Стилбуллет Потому что Они лишь Взяли Пистолетку И после этого Забрали Два раунда Один из которых Был форсом Команду Сибирия Стайл Но сейчас Есть закупы У тех И у других Однако Экономика Конечно У стилов Получше Замечает Эль Ракель Сейчас Стоящего В нычке Ламборгини Делает Минусы Сибирцы Уже В меньшинстве Ринкорн Забирает Трига Три в пять Ситуация Седой Минусует Ринкорна Вираж Делает Моментальный Размен Очень Тимплейно Играют Стилбуллет На трейне Тут ничего Не скажешь Практически Не погибают Без разменов Штакет Забирает Эль Ракеля И Смотрите Сейчас Очень скоро Времени Будет Размен По штакету Я уверен Снапик Забирает Слоника Это может Быть опасно Вираж Замечает Снапика Штакет С двумя ХП Не предпринимает Каких-либо Активных Действий Про Джоэлса Никто не знал Он забирает Снапика И штакет С двумя ХП Пробует Как-то Тащить Знает Что Джоэлс Где-то Здесь Делает Минус Но Бомбу Уже Не раздефузить И штакет С двумя ХП Уходит На сейв 14-5 14-5 Друзья Так хотелось бы Конечно Увидеть Счет 14-15 Но 14-5 Не скажу Что игра Не потная Игра довольно Потная Потому что Делается Много фрагов В каждом раунде Это фишка Трейна Но все же Много фрагов Это еще Показатель того Что команда Равные Обе из них Достойны Выхода В финальную Стадию Но пройдет Только одна Пока у Стилбуллет Шансов На это Больше Хороший Открывающий Минус От Эли Ракеля Я не знаю Эли Ракель Даже в этой Катке Идет 19-9 Очень даже Неплохо Я не знаю Почему Он не играет В основном В составе Перетягивается В такой же Ситуации Уходит Уходит на сейв Тоже Уходит на сейв Причем Уходит На зелень Где в принципе Ну выбивать уже Времени конечно же 14-6 Один раунд Отвоевали Не дали Выйти Стилам В матч Поинты Но посмотрим Является ли Это лишь Вопросом Времени Для Стилбуллет Ведь у них Впереди Еще Целых 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 Восемь раундов Друзья Чтобы Выйти Наконец В этот 15 Ламборгини Забирает Джоэлзи Вираж Минусует Крига Ламборгини Еще один Прекрасный Минус Только после этого Он получает Размен И Вираж Забирает Штакета 2 в 3 Ситуация Очень тяжело Сейчас будет Саверия Стайл Что-то сделать Замечают Они Последнего Седова Однако Седов До последнего Отстреливается На шорте Но Хорош Ринкорн Вообще Хороши Все стилы Потому что Они очень Очень Живо И очень Шустро Реагируют На любую инфу На любые Килы Делают Отличные Размены И играют В принципе Тимплейна Нельзя Нельзя сказать Что Саверия Стайл Тоже Не делают Размены И не Играют Тимплейна Но По счету Как бы Все видно Друзья 15-6 Пользов Стилбулет Эль Ракель Минус Уэфрига Делает Открывающий Фраг Открывающий Фраг На матчпойнте При очень Плохом Бае Команда Саверия Стайл Разваливается Все планы Сибирцев На эту игру А ведь Это Реально Матчпойнт Ламборгини Отстреливается До последнего Не сдается Не сдается Этот игрок Очень На самом деле Очень Такое качество Которое Реально Присуще Только настоящим Киберспортсменам Не сдаваться До последнего Даже при счете 15-6 Он дает Два минуса И хочет Затащить Этот клатч Он минусует Виража И слоник Остается 1-1 И Ламборгини Вытаскивает Этот невероятный Клатч Делает счет 15-7 Друзья Если после этого Не важно Каким образом Но как-либо Сайберия Стайл Дойдут до овертаймов Ламборгини Просто станет Героем Этого матча Но друзья Это что-то из области Фантастики Сейчас взять 8 раундов Подряд Однако Смотрите Стилы Закупают Пистолет И в общем-то У них Не все в порядке Твиг Минусует Двоих Седой Забирает еще Ринкорны И посмотрите Вот просто Ламборгини Продлил Многие скажут Продлил Мучения Сибирцев А многие скажут Дал реальный шанс На то Чтобы еще Немножечко Побороться За эту игру Хорош Реально Ламборгини Боролся До последнего Еще один Пистолетный Бай Делает Стилбуллет Тратит Эти раунды Без какого-либо Угрызения Совести Делают Эти пистолетки Чтобы накопить Побольше денег На полноценный Бай Твиг снова Делает Минус По Ринкорну Штакет Принимает Массовый Заход На зелень Ракель Демонстрирует Размен Берет Эмку И сейчас Просто слепой На Седого Вышел Слоник Погибает И Ракель Остается Один Девятый Раунд Себе Обеспечит Сайберия Стайл Скорее всего Конечно Простреливает Снапик Делает Минус 15 9 Паузу Просят Сиберцы Потому что Понимают Что сейчас Будет Бай У их Соперников Будет Бай С которым Они Захотят Выйти Наконец-таки В 16 Раундов И забрать Эту игру Крашнулся Твик По всей Видимости Либо Это просто Тим Толк Не знаю Эту игру Наконец-то Минус r Продолжение следует... Продолжение следует... Просит анпаузу... Саберия стайл... Фауза отжимается и игра продолжится... Что ж, я думаю, за это время, пока вылетал Твик, успели не только закупиться, продумать свой бай, но и успели договориться о том, что будут делать в этом раунде, чтобы он не стал последним. Твик делает минус по Иракелю, который очень осторожно открылся из той же позиции, что и много раундов до этого. И в большинстве сейчас Саберия стайл, стилбуллет не предпринимают ровным счетом ничего, пытаются точно так же выцепить хотя бы одного соперника, сделать фраг, уравнять преимущество. Ведь им, если они проиграют, придется снова делать эко-раунд, это значит, что Саберия стайл выйдет в очень хорошую экономику. И будет уже проблематично для стилов прервать эту серию. Поэтому сейчас именно этот раунд самый подходящий для того, чтобы прервать серию выигранных раундов от Саберия стайл. Слоник забирает снайпик, уравнивает преимущество, идет выход на б-плент. Прилетает молотов на плант, и сейчас Джоэлс, все-таки удалось ему заплентить бомбу, молотов был немножко косячным. Джоэлс минус Слоник, есть тимкилл, у команды стилбуллет очень неаккуратный, несыгранный, сейчас они сыграли вопреки всему, что было до этого. Вираж и Ринкорн, ГОТВ у нас, как всегда, протупило, самый нужный момент. Твик прожимает Ринкорна, и Ринкорн это понимал, чувствовал. И на ножах, на ножах, друзья, решилась концовка этого матча. Стилбуллет 16-9 выигрывает эту игру, проходит финальную стадию турнира. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю трансляцию. Прекрасная выдалась. Что первая, что вторая игра с невероятным потом стилы завоевали, можно сказать, эту победу. Победу во второй квалификации. В первой квалификации они, напомню, вылетели в полуфинале. А в четвертьфинале, а точнее, а сейчас выиграли полуфинал и прошли финальную стадию турнира, которая начнется уже завтра. Что же... Что же...